Приветствую, на связи Александр Поляк. С началом 2021 года из-за прекращения технической поддержки флеш-проигрывателя из открытого доступа были убраны официальные сайты нескольких частей GTA, вследствие чего игровое сообщество лишилось любопытного материала, который раскрывал различные подробности о мире этих игр. Благо, осталась возможность посетить сохранившиеся копии, а также одним из игроков было частично восстановлено содержимое этих сайтов. Ранее мы с вами рассмотрели сайты San Andreas и третьей части, и теперь давайте поговорим о Vice City. По моей оценке, с точки зрения оригинальности задумки и взаимодействия с пользователем, это, наверное, лучший сайт по GTA, и на протяжении видео вы сможете сами в этом убедиться. И заранее скажу, что мой перевод не является совершенным, но суть материала я постарался раскрыть. Итак, на сайте GTA Vice City факты об этой игре подаются от лица полицейских, то есть мы как бы читаем разные записи правоохранителей, которые, разумеется, хорошо знакомы с преступным миром. Только если в случае с GTA 3 и San Andreas это были просто полицейские заметки, то в Vice City мы попадаем прямо в кабинет правоохранителей, где можем подробнее изучить разные части этого помещения. Больше всего бросается в глаза доска, на которую как раз можно нажать. Сделав это, мы переместимся прямо к столу, где найдем несколько мелких, но занятных взаимодействий. Например, комок бумаги, который можно с помощью компьютерной мыши отодвинуть в правую или левую сторону. Или чашка кофе, коснувшись которой вы разольёте её содержимое. Рядом есть коробка от пиццы, её можно открыть и даже съесть последний кусок. Ещё вы наверняка заметили коробку с пончиками, любимым лакомством стереотипных американских полицейских. Взять их не получится, но вот потрогать можно. И кстати, обратите внимание, что над окном висят часы, и они не просто работают, а показывают именно то время, которое установлено на вашем компьютере. И пожалуй последнее на данном столе. Rockstar уже тогда о нас позаботились, и если нажать сюда, запустится Е-каталог, и таким образом вы узнаете об отличном способе определиться с покупкой многих необходимых вещей, в частности мобильного телефона. Всё предельно просто. Выбирайте нужного вам производителя, а также цвет и основное направление телефона. Например, когда я выбирал, мне не так важна была камера, но желательно было иметь хороший процессор. Затем ниже можно уточнить ещё целый ряд параметров, после чего появится список из всех наиболее подходящих вариантов, где довольно удобно сориентироваться по цене и основным характеристикам. А если потребуется более глубокое сравнение, то отмечаете необходимые смартфоны и снизу нажимаете сравнение, чтобы наглядно по каждому пункту определить, какая же модель лучше. Короче, ссылка на Е-каталог ждёт вас в описании. Доступные взаимодействия на данном столе окончены, и можно обратиться наконец-то к доске. В левом верхнем углу висит карта Vice City. Она вполне обычная и без каких-либо значимых обозначений. А вот основное место здесь занимает развернутая схема преступного мира города. К сожалению, даже используя обходные пути для просмотра, со временем у меня исчезли все сведения из этих листов, поэтому придётся воспользоваться работой одного игрока, который пусть и не целиком, но во многом восстановил материалы утраченных сайтов. Но у меня осталась пара записей с того времени, когда ещё всё более-менее работало, поэтому для начала могу показать, как это выглядело в оригинале. Вид был вот такой, и что особенно здорово, каждую вещь, которую мы видим, можно было передвигать по экрану, как бы изучая материалы дела. Это было очень круто, но вернёмся к любительской копии. Итак, посмотрим, что пишут сотрудники полицейского департамента Vice City о различных персонажах. Полковник Кортес. Аташе по культуре. Имеет дипломатическую неприкосновенность, помните об этом, когда прослушиваете его дом. Каким-то образом пережил до 30 переворотов в родной стране. Любит поесть исчезающих видов животных и считает, что это прекрасная жизнь. Живёт с дочерью. Вдовец. Имеет давнюю неприязнь к французским спецслужбам. Считается, что способствует торговле во всех областях преступной деятельности, включая, помимо прочего, наркотики, оружие и военные тайны. В своей стране был приговорён к смертной казни 9 раз, но он всегда выживал и получал повышение. Гонзалес. Работает на полковника Хуана Гарсия Кортеса в различных должностях. Обладает дипломатической неприкосновенностью, так как является частью отдела по делам культуры Консульства Сан-Доминиканской Республики, где Кортес числится как атташе по культуре. Считается, что виза Гонзалеса была выдана комиссией по здоровью и фитнесу. Имеет проблемы с лишним весом. Жадный. Известно, что берёт взятки. Можно попытаться его подкупить, чтобы узнать больше о делах Кортеса. Был замечен покидающим дом Диаса без присутствия Кортеса. Говорит ли это об ослаблении внутри мафии? Раньше был очень активным в преступном мире Вайс-Сити. Сейчас много времени проводят в пентхаусе вдали от Кортеса. Мерседес Кортес. Дочь полковника Кортеса. Любит вечеринки. Пьер Лапонс. Агент французской секретной службы. Возможно, занимается продажей военной техники и военной тайны. Рикардо Диас. Любитель оружия. Всегда вооружён. Имеет частную армию и постоянно находится под охраной. Принимал участие в длительной борьбе за управление наркобизнесом Вайс-Сити. Известно, что подкупал полицию и городских чиновников. Его опасаются из-за непредсказуемого поведения. Чрезвычайно опасен и считается виновным в 18 убийствах. Подкупил миграционную службу и получил зелёную карту в 1978 году. Въехал в страну из Колумбии. Источники в Колумбии сообщают, что он является крупным участником наркоторговли и антиправительственной деятельности. Чрезвычайно известный благотворитель. Выделяет средства в различные фонды Рикардо Диаса в Вайс-Сити, а также в Центральной и Южной Америке. Считается, что всё это прикрытие. Имеет низкий рост и принято считать, что страдает комплексом Наполеона. Медицинские записи показывают, что у него чрезмерное выделение железы, и он потеет больше, чем это приемлемо в обществе. Стив Скотт. Режиссёр, замеченный на разных вечеринках, где присутствует организованная преступность. Ищет любые деньги для съёмки своих фильмов. Проявляет чрезмерную одержимость акулами и горами картофельного пюре. Кэнди Сакс. Женщина с крайне дурной славой. Возможно, что причастна к шантажу политиков. Никогда не бывает холодной. Конгрессмен Алекс Шрап. Конгрессмен крайне правого крыла. Счастливый семьянин и известный бабник. Одержимый властью и сделает всё для получения голосов. Ожидается, что сможет зайти очень далеко. Пастор Ричардс. Маньяк-головорез. Проповедник, помешанный на деньгах. Написал несколько ужасных книг, полностью сфабрикованных, но большинство было роздано. Помешан на дегенератор. Проводил кампанию, чтобы построить большую статую по своему образу и подобию. Пытался подкупить сотрудников НАСА за ракетные технологии. Предполагается, что присвоил деньги из фонда для постройки частного особняка на Гавайях. Вероятно, имеет нескольких жен. Ненавидит людей, которые помогают другим. Ярый противник коммунистов, а также одержимый ядерной зимой. Человек недоброжелательный, но пока не определено, представляет ли он угрозу для общества. Фил Кэссиди. Деревенщина и торговец оружием. Любитель оружия и член различных организаций второй поправки и различных оружейных клубов Вайс-Сити. Источники предполагают, что он также готовит самогон в собственных перегонных аппаратах. Враждуют с мексиканскими бандами. Связан с Кэмом Джонсом. Считается, что они неоднократно работали вместе, при том, что Кэссиди удавалось избегать обвинительных приговоров. Придурковатый патриот. Кэссиди утверждает, что служил в различных подразделениях, хотя армейские записи показывают, что его неоднократно отклоняли от службы из-за пьянства и неподходящего темперамента для боя. Здесь сделаем маленькую остановку, так как эти данные особенно любопытны. Если вы проходили GTA 3, то наверняка помните бравого вояку Фила, который лишился руки, как бы патриотично сражаясь за США. А позже, когда была выпущена Вайс-Сити, разработчики решили переписать историю Кэссиди и показать, что он был вовсе не отважным воякой, а скорее простым пьяницей. И все его боевые заслуги – выдумка, что хорошо показывает не только заставка в игре, но и данная запись на сайте. Двигаемся дальше. Педро Гарсия. Был вовлечён в ожесточённую торговлю оружием. Покупает оружие за пределами штата и продаёт на улицах. Считается соперником Фила Кэссиди. Кэм Джонс. Утверждает, что является опытным взлом сейфом. К счастью, этот опыт сомнителен. В настоящее время ожидает суда за попытку ограбления. Был пойман бегущим по улице с сейфом, который он не смог открыть. Вероятно, получит 10 лет заключения. Подтверждённый клептоман. Мы полагаем, что он часто работает с Филом Кэссиди. Имеет юридическое представительство от Rosenberg & Associates. Rosenberg может отправить в тюрьму даже невиновного клиента, а Джонс, как известно, виновен. Предполагается, что у него есть трудности с женщинами и сотрудниками банков. Хиллари. Опытный водитель. Как полагают, работал с Кэмом Джонсом и Филом Кэссиди. Невротик и заядлый любитель поесть. Психологическая проверка выявляет проблемы с отказом другим людям. Рыжий. Происходит и с крепкой семьи. Дама с мороженым. Психотический распространитель мороженого. Этот бизнес известен как прикрытие, но мы пока не можем определить, чем именно это связано. Её зовут Мод Хэнсон, и она управляет компанией. Считается социопатом, которая когда-то занималась воспитанием детей. Эйвери Кэррингтон. Техасский строительный магнат. Любит говорить о своём отце, о старых добрых временах. Чрезмерный капиталист. Подозревается в совершении любых действий с целью управления ценой на недвижимость и стоимостью земли. Применяя также поджоги, беспорядки, взяточниство, запугивания и убийства. Всегда носят ковбойскую шляпу. Считается, что участвовал в нескольких программах по застройке и очистке трущоб. Известный гость Кортеса. Использует Кена Розенберга для получения юридической помощи. Есть подозрение, что его волосы не настоящие. Би Джей Смит. Бывшая звезда Tight End в составе команды Vice City Mambos. Очень успешная карьера в профессиональном футболе, но имеет постоянные проблемы вне игры. Известен тем, что наносит урон противникам. Сейчас он управляет стоянкой поддержанных автомобилей, которая, как мы полагаем, может быть прикрытием. Собирался продать угнанные машины. Считается, что у него большие долги перед ростовщиками, и теперь он делает всё ради денег. Сонни Форелли. Глава семьи Форелли, крупного преступного клана в Либерти Сити. Считается, что имеет большое влияние на азартные игры, проблемы профсоюзов, вымогательство, взяточничество и проституцию. К власти пришёл в молодом возрасте. Считается, что он заказал убить нескольких мафиози, включая случай в Харвуде. Насчёт него остаются действующими лишь незначительные обвинения. Считается, что он стремится к торговле наркотиками, которая исторически является запретной деятельностью для мафии Либерти Сити. Телефонные записи показывают, что он звонил на домашний адрес Кена Розенберга. Общеизвестно, что Сонни имеет плохой вкус в одежде. Томми Версетти. Кто этот парень? Мне следует позвонить в комиссию по условно-досрочному освобождению в Либерти Сити. Кажется, он там сидел в тюрьме. Кен Розенберг. Партнёр юридической фирмы Розенберг & Associates. Предположительно, имеет проблемы с наркотиками и самолюбием. Считается, что имеет отношения с мафией Либерти Сити. Подозревается в мошенничестве на испытаниях в юридической школе. Имеет очень низкий показатель успеха. Считается, что неоднократно прибегал к помощи бандитов для запугивания и подкупа присяжных. Среди особо почитаемых клиентов Джорджио Форелли, двоюродный брат уважаемого преступника Сони Форелли. Всегда испытывает чрезвычайную нужду в деньгах. Джорджио Форелли. Итало-американский преступник. В настоящее время его дело находится на рассмотрении. Связан с организованной преступной группировкой Либерти Сити. Любит одеваться в женскую одежду. Лэнс Вэнс. Недавно приехал в город со своим братом. Задает много вопросов. Умеет управлять вертолётом. Считается, что занимается торговлей наркотиками. Неоднократно было слышно, как ругается во многих ночных клубах. Считается, что становится опасным или убогим, когда пьёт. Возможно, эмоционально неустойчивый. Виктор Вэнс. Брат Лэнса Вэнса и глава преступного клана Вэнсов, состоящего из всего двух участников. Кент Пол. Кент Пол считается вымышленным именем. Настоящее имя не установлено. Он также известен как Кей Пи, Пауло и Кент. Молодой англичанин. Утверждает, что работает в области музыки, но работа не установлена. Документы миграционной службы не в порядке. Заявляет о том, что является преступным гением. Судимости пока нет. Известно, что имел связь с бандами байкеров, но считается, что поссорился с бандой Митча Бейкера. Неисправимый лжец с ужасной стрижкой и грязной одеждой. Есть подозрения на наркозависимость. Известный пьяница. Похоже, имеет связь с некоторыми подразделениями спецназа. Часто замечен вместе с ними в барах. Посещает клуб Малибу почти что каждую ночь. Ветеран Вьетнама, ставший любителем мотоциклов. Получил медаль за уничтожение деревни, наполненной вьетконговцами. Огромное недовольство тем, как обращаются с ветеранами, привело его к ожесточённым столкновениям с властью. Был заключён в тюрьму 13 раз. Беззаконный дегенеративный социопат. Любит заниматься спортом в баре. Драки, пинбол, бассейн, поедание живых животных, тяжёлый рок, борьба, гонки на мотоциклах, мочеиспускание в общественных местах, запугивание полиции. Считается причастным к нескольким общественным беспорядкам. Причастен к местной банде байкеров, где имеет влияние. Считается, что имеет отношение к распространению наркотиков. Обряды вступления в их банду исключают возможность попасть к ним. Известно, что имеет неприязнь к лёгкому року, коммунистам и парикам. Тётушка Паулет. Пожилая гаитянская предводительница. Предполагается, что была вовлечена в длительную вражду с кубинскими преступными семьями за владение восточным и центральным районом Вайс-Сити. Всегда находится под надёжной защитой гаитянских головорезов. Спецназ. В настоящее время мы расследуем обвинения о взяточничестве в отрядах спецназа Вайс-Сити. Считается, что это здесь распространено. Убедитесь, что эти данные надёжно скрыты, чтобы избежать недовольства избирателей. Мистер Блэк. Об этом человеке ничего не известно, но мы очень хотим узнать больше. Связь с отмыванием денег маловероятна. Считается, что участвует в заказных убийствах. Дополнительные данные недоступны. Лео Тил. Возможно, связь с мистером Блэком. Имеет очень запутанную личную жизнь. Работает в ресторанном бизнесе и является экспертом по связям. На его телефонах не удалось установить прослушку. Считается, что работает наёмным убийцей в Вайс-Сити. Возможно, участвует в торговле наркотиками. Альберто Робино. Отец Умберто Робино. Тихий хозяин кафе. Умберто Робино. Предводитель кубинцев. Ведёт длительную вражду с гаитянскими преступниками. Хочет установить влияние над территорией. Чрезмерный мачо. Хочет вести полномасштабную войну с гаитянами. Никогда не участвовал в преступлениях лично. Его храбрость подвергается сомнению в кругах самих кубинцев. Юджин. Это возможный способ добраться до Лео Тила, так как является одним из его любовников. Он создатель интерьеров и владелец ресторана. Любит ножи, Таиланд и пляж. Мавиша. Была вовлечена в сомнительную деятельность с Лео Тилом и несколькими другими мужчинами. Возможно, является проституткой. Это были все сведения о персонажах. Отойдём от стола и посмотрим на другие части помещения. Слева имеется магнитофон, нажав на который мы приблизимся к этому месту. Фотографию президента Рейгана, кстати, можно покачать, но, конечно, намного больше значения имеет сам магнитофон. Нажимаем ещё раз и получаем очередную возможность взаимодействия. Используя самое крупное колёсико, можно поймать одну из шести радиостанций из игры. Правда, послужить получится лишь что-то вроде короткого вступления, представляющего станцию. Кнопки в нижней части также когда-то работали, и, видимо, они были заменой ручному поиску нужной волны, то есть чтобы одним нажатием можно было запустить радиостанцию. Возвращаемся на исходное место, и следующим под наш прицел попадает небольшой навесной шкаф, в котором хранятся ключи от изъятого полиции транспорта. Тут можно взять любой из ключей и посмотреть сам транспорт с коротким комментарием от полицейского. Давайте начнём. Адмирал. Эффективный немецкий крейсер, распространён среди мужчин из пригорода. Банши. Распространена среди победителей лотереи и контрабандистов. Маркиз. Нет нужды говорить, что никто на самом деле не плавает на таких кораблях. Блиста Компакт. Импортная. Это погубит нашу страну. Тропик. Глубоководная лодка и отличное мореходное судно. Считается, что его используют для устранения отходов. Стретч. Виайпи личности, главари мафии, крупные преступники и просто выпускники любят засветиться в одном из таких автомобилей. Катафалк Ромеро. Автомобиль похоронного бюро. Возможно, используется как прикрытие. Спидер. Лодка, распространённая среди кубинских бегунов. Сентинел. Попробуй заплатить за этот шик, плюс алименты. Вашингтон. Седан для богатых людей, доставленный из Великобритании. Вуду. Чрезвычайно распространён среди гаитянских бандитов, как простых придурков, так и предводителей. Найдено в маленьком Гаите. Фри Вей. Фирменный мотоцикл Митча Бейкера и его команды. Относитесь к нему с особой осторожностью. Мэврик. Представительский вертолёт для важных людей, скупердяев и туристов. Кэдди. Гольф-машина для людей, которым лень гулять пешком. Считается, что она может использоваться в замедленной съёмке. Волтон. Прицеп-мусоровоз для деревенщины. Брачные узы со своими сёстрами, болотный хлам и тому подобное. Вирго. Она должна быть у каждого сутенёра. Инфернус. Он невероятно дорогой. Как мы можем на них столько тратить? Только эти придурки под прикрытием ездят на них. Хермес. Автомобиль кубинских бандитов. Реджина. Любимица домохозяек. Стингер. Отличная машина. Всегда хотел одну из таких. Ранчер. Какой дурак будет водить эту машину? Эй, моя жена водит одну из них. Ой, прости, чувак. Мунбим. Подходят для больших семей или больших банд преступников. PCJ600. Мачо-байк для мужчин, пытающихся доказать, насколько большие у них причиндалы. На этом закрываем шкафчик и перейдём в последнюю часть комнаты, где есть на что посмотреть. И, кстати говоря, здесь будет пара упоминаний о русских. Нажав на этот ящик, можно будет увидеть изъятое оружие, очевидно поучаствовавшее в различных преступлениях. Каждое можно передвигать внутри ящика и открыть, чтобы почитать подробнее. ТЭК-9. Автоматическое оружие ближнего боя с высокой убойной силой. Популярно среди кубинских наркобаронов и других нарушителей закона. В отличие от большинства пулемётов, не несёт никакой общественной пользы. Дробовик Спас-12. Чрезвычайно мощный дробовик. Мог бы остановить слона, но используется в Вайс-Сити для других целей. Имеет разрушительные последствия. Питон. Опасный миротворец. Один выстрел наверняка остановит человека. Подходите к нему с особой осторожностью. Слезоточивый газ. Полузаконный и очень опасный способ вызвать массовые беспорядки. Короткий дробовик. Чрезвычайно мощное оружие ближнего боя. Очень опасное при попадании в чужие руки, то есть к кому угодно, кроме наших. Хромированный дробовик. Это прекрасная пушка. У меня много оружия. Впрочем, я коллекционер и никогда не использую его на людях, если они этого не попросят. Оружие действительно похоже на произведение искусства, и его следует держать на стене или в руках разумных людей, которые умеют с ним обращаться. Например, наёмные убийцы. МАГ-10. Дешёвый. Может вести чрезвычайно опасную скорострельную стрельбу. Доступен в ближайшем к вам супермаркете. Катана. Фильмы о кунг-фу могут многое об этом объяснить. Психи считают, что мечи забавны. УЗИ. Очень распространено на улицах. Кастет. Путь для хитрых слабаков. Совершенно незаконно. М-60. Военный выпуск М-60С. Сейчас он используется как излюбленное оружие хорошо проплаченных частных армий. Снайперская винтовка. Убийства в Вайс-Сити по-прежнему распространены. Кто такой мистер Блэк? Гранатомёт. Якобы незаконный. Запрещён для использования в гражданских целях. Последние пару лет появляется на улицах Вайс-Сити. Представляет чрезвычайную опасность для общественного порядка. Я думал, мы продали всё это коррумпированным диктаторам и людям, борющимся с русскими. Огнемёт. Остерегайтесь психопатов и любителей барбекю с этим оружием. Прекрасно подойдёт для использования в Юго-Восточной Азии, но на улицах Вайс-Сити это не более чем угроза. С орудием преступлений закончено. Над ящиком висит реклама некоторых магазинов, в которых в Вайс-Сити можно купить инструменты, либо опять же оружие. Сама полиция отметила эти места как подозрительные предприятия. Вот что написано на листовках. Бессрочный купон. Бесплатная мачете из холодной стали любого размера. Розничный продавец сообщает, мы возместим номинальную стоимость купона плюс 0,08 доллара США, если он отправлен в соответствии с нашими правилами. Копии предоставляются по запросу. Денежная стоимость – 0,01 цента. Специальные предложения для бронирования на этой неделе. Тесаки. Скидка 20%. Этот тесак из углеродистой стали можно использовать для резки крупных костей, свиных отбивных и хрящей. Подходит для коммерческого или уличного использования. Молотки. Скидка 30%. Полная стальная конструкция. Цельный польский инструмент с бойком и рукояткой. Клюшки для гольфа. Скидка 40%. Уже в продаже. Количество ограничено тем, что находится на складе. Мы оставляем за собой право ограничивать выпуск и исправлять ошибки печати и расположения. В связи с рыночными условиями цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Оплачивать только наличными и прямо на месте. По специальным заказам требуется залог. Некоторые изделия требуют разного объёма сборки. Цены и наличие товара могут отличаться в зависимости от магазина. Большая распродажа. Отвёрточный взрыв. Все бренды в продаже. Бесплатные винты. Все бензопилы по акции упали в цене. Скидка 20%. Газовая цепная пила 18 дюймов 40 кубических сантиметров. Цепной тормоз с автоматическим натяжением цепи. Прорезает кость. В комплекте чехол и дополнительная цепочка. Ножи. Никаких процентов за ножи со склада до следующего года. Открытый нож для всестороннего использования в тяжёлых условиях. Отлично подходит для тех, кому нужен прочный нож. Включая чёрные кожаные ножны. Амунация. Что ты собираешься делать, когда русские танки окажутся у города? Отложи себе оружие на этот случай. Стреляй сейчас, а заплати позже. Можно опробовать перед покупкой. Амунация. Вызываем крики социалистов с 1978 года. Вот в целом и всё, что я могу рассказать об официальном сайте GTA Vice City. Надеюсь, вам понравилось изучать это помещение и немного расширять своё представление о мире данной игры. Ну а в будущем, возможно, мы доберёмся и до остальных сайтов. И если вы этого ожидаете, то можете поддержать этот ролик своей оценкой, отзывом и, конечно, не забудьте про подписку на канал. На связи был Александр Поляк. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»